добрый день говорит радио свобода показывает телеканал настоящее время в эфире программа археология специальное интервью сегодня наш специальный гость марина давыдова театральный критик программный директор зальцбургского театрального фестиваля и драматург потому что марина последнее время все больше и больше пишет пьес в частности сейчас идет ее такой перформанс уже больше года как я понимаю музей неучтенных голосов куда играет где играет приезжает из риги играть чулпан хаматова уже больше года на европейских площадках и готовится к постановке ее пьеса land of no return не имеет перевода на русский официального ну так скажем земля откуда нет возврата марина я хочу поговорить сначала вот вот этой вот земля откуда нет возврата и музей неучтенных голосов эти две пьесы это что о гибели империи land of no return это вот это вот в любом случае это два текста о людях которые задавлены обломками империи начнем с того что в одном случае это действительно пьеса land of no return это пьеса что касается музей неучтенных голосов то это не пьеса и не перформанс это такой перформативный спектакль которому я писала текст как бы сразу с экспликация режиссерской потому что я вообще как режиссер я ставлю там ажи и этот два совершенно разных жанра абсолютно вот но тематические два этих текста связаны друг с другом и сочиняла практически параллельно я начала это делать вскоре после вот этой своей вынужденной миграции в марте 22 года и конечно она послужила каким-то триггером каким-то спусковым крючком да потому что я даже не знаю смогу ли сейчас вот такой же степени интенсивности продуцировать какие-то тексты а тут я делаю действительно это очень сложно параллельно писать два разных произведений но вот мне это было делать отчасти легко потому что меня захлебывали с одной стороны захлёстывали эмоции с другой стороны это вынужденная миграция а так случилось что я вот стала как бы изгнанником да потеряла свое прошлое дважды и и это как-то замкнулась вот у меня в сознании и и вы спросили о чем эти тексты ну понимаете я надеюсь что они невозможно на этот вопрос невозможно ответить одной фразой а иначе они были бы просто плохими вот но но в известном смысле известный смысле можно сказать да что они о о распавшихся империи которые пытаются так сказать себя гальванизировать свой труп да сейчас о человеческих путь во внутри этих распавшихся империй о сложных историосовских вопросах которые не очень часто действительно не имеет никакого простого решения решение или разрешение да вот я хочу поговорить нашим нашим зрителям и слушателям скажите вот вы сказали что вы дважды ведь у вас действительно собственный опыт вы как бы дважды уходили от империи да из баку в девяностом году да вам пришлось уехать вот вы же из армянской семьи да и в девяностом году из баку вам пришлось уехать и в двадцать втором году из москвы но это не совсем так я не да я у меня отец был армянином и я уехала и из баку в москву раньше просто потому что я поступила в гитис но в девяностом году как бы все все что связано с баку да ну то есть там какая-то родительская квартира семейный архив сестра который я занят за неделю до погромов спасла оттуда и и так далее вот да это такое отсеченное прошлое в которой для меня не стало возврата да и там родительские могилы уничтоженные на армянском кладбище то есть вот это абсолютно отсеченное прошлое потерянное в которой я не могу вернуться и ну в двадцатом году до это какое-то повторение этой истории и это две такие точки рэперные да между которыми располагается вот сюжет пьесы если мы говорим сейчас о пьесе охватывает в общем почти 40 лет да это так это она не очень длинная эта пьеса но в каком-то смысле это такая немножко эпопея с небольшим количеством правда действующих лиц но тем не менее довольно широкий географический и уж тем более временной охват знаете я подумал что действительно вы своим сюжетом своей жизни здесь как бы повторяете сюжет жизни населения империи где регулярно обнуляется прошлое мне детали очень интересно вот я читал из ваших интервью что вот вы посылали запрос в баку да и вам сказано что такая тут вообще не жила то есть это традиционный ответ это не только я его получила просто понимаете не у нее всякий человек обладает возможностью донести информацию до каких какой-то широкого круга аудитории да а вообще это это как я понимаю это стандартный ответ который дается всем жителям азербайджана и баку и имеющим или имевшим армянские корни я наполовину армянка моя мама была русской но неважно вот вы не вы как бы вас нету они не говорят мы не выдадим они не говорят презираем они говорят вас не существует марина вот такой историосовский вопрос раз вы затронули эту тему которым еще чадоев задавался почему все повторяется в вашей жизни повторяется почему каждый раз повторяется этот опыт страдания ну что же нам отвечать юмористический попелевинский что космическое предназначение россии перерабатывать солнечную энергию в народное горе почему в россии этот сюжет изгнание сюжет гибели сюжет обнуления прошлого повторяется через поколение совершенно чудовищной регулярностью ну слушайте это действительно сложный историосовский вопрос на него можно отвечать как-то совсем общего да ну наверное история человечества как бы подразумевает какие-то повторы другой вопрос что все-таки каждый раз этот повтор происходит на каком-то ином витке спирали и и все равно несмотря на на это круговое повторяющее движение она является одновременно поступательным да то есть какое-то развитие в этом есть что касается россии российского союза российской империи понимаете какие слова тут употребить да конечно тут тут есть некоторые движения именно не по спирали а немножечко по кругу причем я давно его как бы замечала заевшая пластинка это не развитие гегелевской диалектической заевшая пластинка непереваренное прошлое оно не переваривается понимаете оно как бы вот каким-то куском так и лежи и лежит в пищеварительных органах и она не входит схеме в состав истории да потому что каких-то трагических кровавых ужасных событий очень много и в истории великобритании во французской истории понимаете и и и но они это как-то переварено осмысленно и как и и происходит какое-то движение вперед все-таки на нашем случае но там даже вопрос как бы сталинское наследие но боже мой ну как бы казалось что мы уже все проговорили про про продумали осудили никогда не вернемся к этому тогда вдруг это все оказывается здесь рядом и и и и и все разговоры все дискуссии равно как бог как какой-то обнуленные такие но я вам вот это обновление об этом говорить то я помню что за много лет моим занятием потому что я еще и театральный критик да и я помню как я работала в разных газетах то есть для газете известия около десяти лет и каждый год мне звонил кто-нибудь как эксперту и спрашивал меня скажите марина что вы думаете о проблеме нецензурной лексики на сцене понимаете но как бы когда это происходило в каких-нибудь там девяностые годы в конце 90 но потом шли нулевые и нацетые да и так далее и вот это меня просто поразило как один и тот же вопрос уже казалось бы там я давал давал на него ответы но он не переваривался да он не входил все дальше вы сказали здесь да если даже говорить о вернуться на эту историю соцкую колею действительно непроработанная непереваренное прошлое да как вот у эткинда кривое горе памяти непогребенных то что каждый раз не погребли не прошлое российской империи страшная травматическая не революцию не сталинизм не разрывы 90-х годов не этнические чистки которые тогда происходили каждый раз это прошлое остается как бы она уходит с водой и но она остается абсолютно и в связи с этим вот как вы думаете может немножко страшновато нынешнему поколению кто сейчас живет в россии кто уже за нами им что наверное еще раз придется пережить подобный разрыв который дважды пережила наше поколение по крайней мере те кто уехал из россии в двадцать втором году ну что пережить они бы я бы сказал они вы сейчас переживают сейчас в россии многие счастливы ну мы говорим о тех кто 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 рефлексирующих рефлексирует каким-то запасом критического сознания понимаете потому что говорить о людях которые просто плывут по течению истории не имеет смысла они в конце концов вообще ничего не определяют да но вопрос ключевой вопрос это соотношение в обществе тех людей которые способны к критическому осмыслению прошлого и настоящего да и те кто к этому не способен по всей видимости у нас это пропорция способных и неспособных очень очень так сказать не печально вот и отчасти это объясняет бесконечное хождение по 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 кругу но я бы не стала заниматься понимаете фатурологии такой потому что видите ли очень часто не учитываются какие-то вновь возникающие факторы ну например я не очень знаю как повлияет на судьбу человечества и в частности судьбу россии например какие-то технологические прорывы которые искусственный интеллект да понимаете они могут это может быть такая вводная как говорят слетчики по моему да которые которые очень сильно изменит вообще течение истории и какие-то очертания политической реальности я не уверена что существование в рамках национальных государств или вообще каких-то вот этих государственных образований это это то на что обречено человечеству навсегда да может быть это будет перенесено в какие-то экстерриториальные сферы и человечество вообще будет по другому принципу объединяться в какие-то сообщества я очень на это надеюсь я вижу в этом может быть даже какой-то выход из геополитического тупика который тоже тебя обнаруживает как как не только или морального тупика тоже как у нас все таки до завершая вот эту часть нашего разговора и возвращаясь к вашим двум пьесам музей неучтенных голосов и land of no return да я вот вы знаете хочу вспомнить напомните я могу ошибаться кажется это бродского цитата что вот он мы думали что опыт страдания сделает нас лучше но вот этот опыт пережитого страдания это вот я сейчас не помню может быть это и ахматова сказал мне кажется это бродский какую цитату вы имеете ввиду я сейчас не опознаю но это вообще очень шаламовская мысль конечно но вот что опыт страдания не делает нас лучше что казалось что люди будут друг другу добрее нет это не шаламов точно потому что речь считает что люди будут добрее друг другу более внимательными более чуткими но вместо этого с вот это пережитые совместные десятилетия страдания только ожесточили людей ну да они нормализованы как в каком-то смысле да как произошла нормализация страданий обесценивание как какой-то уникальной человеческой жизни конечно это очень чувствуется я не думаю что эта проблема только россии у меня всякого сомнения но просто россия в культурном смысле все-таки до сих пор и я это ощущаю здесь находясь в европе да воспринимается как часть западного мира от этого как бы никуда не денешься и в пределах этого западного европейского мира конечно такое небрежение уникальной человеческой личностью она как бы не ну снеслись как сложно смириться ну да собственно вы это своими текстами и делаете возвращая вот эти вот неучтенные голоса да именно не неизвестных солдат опять-таки мало где есть столько могил неизвестных солдат в россии это норма на западе это исключение в россии это норма что солдат неизвестен имя твое неизвестно поет подвиг твой бессмертен мы с этим выросли марина давыдова у нас в программе специальное интервью мы вернемся буквально через мгновение программа археология специальное интервью сегодня наш специальный гость марина давыдова театральный критик программный директор зальзбургского театрального фестиваля режиссер и драматург автор нескольких пьес которые сейчас идут на европейских театральных площадках марина хочется поговорить о театре в нынешней россии такой немножко может быть иронический заход но действительно театральный бум вот что-то я читаю новости оттуда и напоминает больше всего берлин сороковых годов как я понимаю гибель с лично курировал театры и в берлине вплоть до апреля 45 года открыты были десятки театров люди шли на представление мимо вообще дымящихся воронок вы можете как-то объяснить нынешний театральный бум в москве ну конечно я не тот человек которым надо задавать этот вопрос потому что я все таки больше двух лет уже не нахожусь в москве и мне довольно сложно адекватно оценить что там на самом деле происходит я это все это отраженным светом вижу папа по реакции каких-то моих театральных знакомых тех оставшихся там театральных критиков и так далее меня несколько удивляет я не буду этого скрывать и иногда даже как бы кажется комическим да как 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 много там согласно реляциям театральных людей происходит ну потрясающих совершенно событий но почти их шедевры какие-то появляются в театре я говорю сейчас не об официозной критике поймите меня правильно я говорю именно той части театральное сообщество которое как раз совершенно адекватно и который занимает такую же политическую позицию как и я может быть не может об этом кричать и говорить но я знаю эти настроения я нахожусь сейчас в центре европы да и имею возможность смотреть спектакли лучших театров и я должна с печалью сказать что в общем с моей точки зрения театр все переживает какой-то кризис тут а в россии опять же судя по этим реляциям да вот что-то какой какой-то необычайный подъем отчасти это списываю на то что ну просто сбиваются так сказать стрелки и кажется шедевром то что ну потому что как вне контекста начинаешь существовать и замкнуть и системе до оценки совершенно другими становятся но у меня есть и иной ответ на этот вопрос понимаете вообще такая удивительная зацикленность российских людей на театре она существует я это прямо физически ощущала и ощущаю так так и такой как такая почти детская радость от того что что-то там театре происходит она это конечно компенсаторика понимаете вот в ситуации когда у людей нету никаких других способов ну как бы отсечена возможность какой-то политической нормальной жизни отсечена возможность существования в нормальном медийном пространстве вы просто нету да она убита вот и масса сфер жизни они просто ну как бы и невозможно жить их в полной мере да то вот существование в таких иллюзорных мирах которым является это самый самый заманчивый из всех иллюзорных миров понимаете потому что это просто это трехмерное пространство в котором ходят живые люди да и это это не может себе позволить ни кино ни живопись ни литература они гораздо менее как бы иллюзорные вот а театр да это возможность построения буквально каких-то параллельных миров более спонтанен потому что это живую театральную эмоцию невозможно не отконтролировать не отцензурировать и понимаете меня с одной стороны поскольку я театральный критик и вообще-то человек который я очень немного как как вы сами сказали очень много вот этих occupations да я занимаюсь театром с очень разных сторон я продюсер театральные и театральный режиссер и критик и там драматург и мне казалось бы надо радоваться что театр такую роль играет жизни людей в ну в стране которую я считаю свою что это родной но я вот вижу в этом какую-то в этой избыточности некоторые как вот любая болезнь понимаете даже если что-то там это симптом симптом по-моему еще так в книге 2005 года конец театральной эпохи писали что россия театроцентричная страна даже больше чем литература центрично я на этом настаиваю до сих пор вот но но просто потому что и кстати говоря я очень легко объяснить почему власть всегда такой особый интерес к театру проявляла понимаете это же довольно парадоксально потому что ну какая аудитория у театра они сопоставимы с аудиторией кино скажем даже с книжной аудитории понимаете у нее не может быть метита миллионов тиражей по определению но то самый большой театр вмещает себе ну тысячу зрителей понимаете уже такое с точки зрения 140 миллионного населения страны а тем не менее театр все время оказывался в центре внимания и вот уголовные дела да дело седьмой студии сейчас дело жены бирковича и свет и петри чук какие самые громкие да не связано с театром а вот потому что сами люди во власти они может быть это не отдает себя отчет и почему это происходит но но для них театр конечно это это такой главный вид искусства понимаете его как за ним надо как-то особенно приглядывать потому что еще власть наверное тоталитарная власть довольно перформативно и нужны спектакли как был перформативен сталинизм но понимаете спектакли можно и внутри телевизионных шоу устраивать каком-то смысле нет но есть там несколько обстоятельств во-первых конечно театр самое дотационное искусство поэтому у них мало в мозгу сидит простая мантра что кто-то девушка ужинает тот и танцует да и делайте то что мы делим а во вторых конечно театр это понимаете если вы посмотрите на карту нашей огромной страны вы поймете что театр он это как целая целая сеть до огромная потому что они везде есть везде вот от сахалина до калининграда в каждом более-менее крупном населенном пункте будет театра будут театра иногда много-много театра будет и все они связаны между собой и в этом смысле это какая-то сила понимаете потому что кино но скультену снимается понимаете нужно снимается там небольших городах и так далее литераторы кинографисты композиторы они так не связаны друг с другом театральное сообщество действительно сообщество с этим ты ничего не как бы не не поспоришь а вот так что есть много причин по которым власть есть особый интерес к театру но мне гораздо больше интересует почему так такой такой такая притягательная сила для для интеллигенции российской это самый театр и вот я отвечаю на этот вопрос это это выстраивание параллельных миров в которых ты живешь и дальше уже можно понимаете как-то но и бог с ним что там понимаете вот как бы ты себя отсекаешь от этой реальности то есть как бы удивительно наркотик до такой очередной опиум для народа такой такая такая эляция вот связанная с театральными событиями да она признак как ни парадоксального какого-то нездоровья потому что тут у меня в германии тоже много ему отнимание одна из самых важных театральных стран мира даже не европы мира но конечно такой зацикленности на театре здесь здесь не существует он есть он играет важную роль но театр это не более чем театр понимаете а у нас это конечно более чем театр и был и вот и оставался а сейчас это прямо возведено в какую-то степень и с другой стороны театр очень сильно дотационный как вы говорите и контролируется и вот это вот огромная сеть театров она вся же вовлечена в огромную пропагандистскую работу мы постоянно слышим как и цензурируется репертуары как на фасадах вешаются зетки и вот это вот это все то есть театры они тоже часть огромной государственной пропагандистской машины в итоге безусловно конечно но как бы если это вообще просто такие государственные театры то вне всякого сомнения понимаете причем меня там есть театры которые там которых выходят какие-то правильные с нашей точки зрения спектакли поэтому они ездят в луганск куда-нибудь они особенно это афишируют так что безусловно но вы знаете даже когда театр независимый он все равно очень зависим от государства потому что он все равно помещается где-то в кого-то есть это здание там канализацию перекроешь и нет у вас есть а вот я сейчас думаю вообще в россии какой пример негосударственного независимого театра только театр долг за если вспомнить почему нет 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 в последние годы перед войной возникло очень много всяких независимых театров но которые не были полноценно государственными да но они обычно получали все равно какие-то государственные гранты если даже они их не получали то повторяю они все равно как бы они пользуются помещениями которые очень часто принадлежат государству и так далее поэтому тут вот от этого самого государства в россии очень сложно увильнуть да даже как ты не пытайся ты вот пример театр долг кстати вот это может быть был один из самых действительно независимых театр в том смысле что он там гранты в какой-то момент перестал получать но мы видели что его сначала выселили из одного помещения потом второго всегда найдется какой-то способ у контрапупить и и в завершении нашего разговора расскажите о вашем опыте о ваших планах по зальцбургскому театральному фестивалю как я понимаю это такая достаточно особая епархия потому что там как бы театральный фестиваль основной все-таки музыкальный зальцбургский да отец нет но потому что как я понимаю это какая-то очень консервативная институция для вас которая была программным директором венского фестиваля вина фестволхен вот зальцбург после этого это такая достаточно консервативная история коротко потому что это сложный вопрос ну во первых зальцбургский фестиваль конечно это стоящий фестиваль мира и в общем можно сказать что это ролевая модель всех фестивалей потому он возникает ну в том виде в котором более-менее дожил до наших дней в своей драматической части даже 20-х годах на 20 века то есть сто лет тому назад нету ни одного фестиваля который была бы такая история и и и и конечно это это его новая поставь потому что там вообще фестиваль начинается в последние 3 19 века на музыкальное вот как театральный фестиваль он возникает в связи с появлением там Макса Райнхарта Хуга Хоффмасталя Рихарда Штрауса но в первую очередь конечно Райнхарта и Райнхард собственно он соединяет идею фестиваля с идеей на такой модернити в театре модернистской режиссуры я бы сказала до этого никому в голову не приходилось что это вообще может быть как-то соединено и все вести фестивали которые возникают после второй мировой войны они почти все возникают после второй мировой войны отнюдь не в двадцатые годы они как бы к так или иначе эту модель копируют да так что загрузки фестиваль в этом смысле один из ключевых фестивалей театрального мира вот он состоит сейчас из трех формально равновеликих частей это оперная часть это концертная часть и это шалшпиль да часть такой такой драматическая вот свои концертной и оперной части этот фестиваль безусловно невозможно сказать консервативному она просто это какие-то такие высоты да как бы я имел ввиду именно театральную не музыкальную оперную разные годы была это очень по-разному было да но даже если мы забудем о райнхарте то конечно там связи с мартье например который дантом этого фестиваля там происходили очень важные судьбоносные события там была была такая программа поощрение открытие молодых талантов вообще во всем мире да которая дала путевку в жизнь многим очень ключевым именам современного театра и так далее последние годы но там последние десятилетия скажем да он в своей драматической части стал все больше и больше замыкаться на немецкоязычном театре и стал более таким предсказуемо конвенциональным чем это это было до того чем скажем авиньон да ну нет чем мы не будем даже сравнивать чем чем он сам же чем сам же зазбургский фестиваль там скажем не знаю 10-15 лет тому назад вот и я как бы как раз ну вижу свою задачу в том чтобы как говорится да нет нет ну просто как бы вернуть вот эту драматическую часть в пространство собственно международной фестивальной жизни да сделать более visible для не только потому что для публика она была в полном экстазе и все предыдущие годы но это вот местная публика а на иностранцы они в основном приезжали на посмотреть оперы и послушать концерты да сейчас и я уже вижу что это произошел этот перелом они при вот уже в двадцать четвертом году это первый дишин который я делаю на 4 года вот они уже сейчас проявляют огромный интерес к тому что будет происходить именно в грамматической части но не скажу что мне легко это делать мне приходится преодолевать огромное огромное сопротивление самого разного толка свойства сейчас мне не время не место тут в это углубляться но во всяк и программу первого года я сделала но практически так как я ее бы сделаю себе не было никакого контекста и сопротивления вот насколько мне удастся там следующие годы сохранить сложно сказать но уже во всяком случае один раз хорошо пожелаю пожелаю вам и на этом поприще успеха ну и что у нас в гостях была марина давыдова театральный критик продюсер режиссер драматург и теперь еще и голос если у вас музей не учтенных голосов то вы теперь и учтенный голос умирающей империи который остался чтобы свидетельствовать спасибо марина эта программа археология специальное интервью меня зовут сергей медведев оставайтесь с нами радио свобода и телеканал настоящее время